Продолжение следует... На тех проблемах, которые возникают при регистрации уже разработанных, генетически модифицированных и иных биомедицинских клеточных продуктов в соответствии с существующим законодательством по биомедицинским клеточным продуктам. Ну, прежде всего я хотел бы сказать, что технология получения карты клеток в том варианте, в котором она существует сегодня, это достаточно трудоемкий и дорогостоящий процесс и сам продукт. Ну, известно, что за рубежом те продукты, которые уже зарегистрированы, их стоимость где-то превышает 300 тысяч долларов за курс. Ясное дело, что нужно идти по некому пути снижения затрат на производство этих продуктов, о чем я и постараюсь сказать. Но прежде всего этот цикл получения состоит из следующих основных этапов. Это сбор лимфоцитов аппаратный, как правило, АФРС. Это довольно сложный и дорогостоящий, я думаю, этап выделения Т-клеток на магнитных шариках, на Клиномаксе. Затем культивирование, генетическая модификация, затем удаление этих шариков и введение в организм человека. Я уже не говорю о этапе получения самих генетических конструкций. Ну, надо сказать, что технологии эти разрабатываются уже давно. И наибольший эффект, конечно, получен при гемобластозах, поскольку там нет проблем с распознаванием антигена. Ну, берется дифференцировочный Б-клеточный антиген с CD19 или CD20 и тупо просто выбиваются все клетки, в том числе и бластные клетки. Но значительно сложнее проблемы с использованием генетически модифицированных Т-клеток при солидных опухолях, потому что, с сожалению, мы должны признать, что на сегодня нам неизвестны специфические опухолевые антигены, и мы имеем дело лишь с опухоль-ассоциированными антигенами, которые в той или иной степени гиперэкспрессированы на опухолях. Ну, вот на этой схеме представлена принципиальная схема структуры Т-клеточного химерного рецептора. О ней уже говорилось, я, пожалуй, не буду останавливаться. Скажу лишь о том, что одной из причин, которая снижает эффективность картоклеток при терапии солидных опухолей, является микроокружение опухоли, которое состоит из целого ряда иммуносупрессорных, клеточных и молекулярных механизмов. Ну, вот они здесь представлены нами в обобщенном виде на этой схеме, как клеточные, так и молекулярные влияния, которые в той или иной степени нивелируют возможности картоклеток по их эффективному взаимодействию с опухолевыми клетками. Ну, и кроме того, следует еще признать тот факт, что многие солидные опухоли достаточно плохо кровоснабжаются, и поэтому сам процесс проникновения картоклеток в опухолевые клетки весьма затруднен. Ну, уже говорилось о том, что сейчас существует 4, по крайней мере, поколения каррецептора. Мы поставили перед собой задачу пока создать конструкцию третьего поколения, вот так, как она представлена здесь на этом слайде, хотя и предполагаем сделать и четвертого, чтобы эти карты НК-клетки были бы способны еще и продуцировать регуляторные цитокины, ну, в частности, интерликин-2. Одна из проблем применения картоклеток заключается еще и в том, что они вызывают целый ряд побочных эффектов, но прежде всего уже хорошо всем известный, наскучивший цитокиновый шторм. И самое-то главное, что поскольку все-таки мы имеем дело с опухоль ассоциированными, а не с опухоль специфическими антигенами, есть вероятность того, что эти генетически модифицированные клетки будут взаимодействовать и с нормальными нетрансформированными клетками, которые тоже в той или иной степени могут экспрессировать на своей поверхности маркеры. Но на сегодня существует два основных направления генетической модификации лимфоцитов. Это Т-клетки, классический вариант кар-Т-клеток, то есть это токсические лимфоциты с дополнительным химерным Т-клеточным рецептором, который несет на себе некий антиген распознающий участок и позволяет этим клеткам взаимодействовать с злокально-трансформированными опухолевыми клетками. Ну, здесь надо ответить, что все-таки кар-Т-клетки имеет некое преимущество перед токсическими лимфоцитами, в их даже активированном состоянии, потому что решает одну из основных проблем онкоиммунологии – это распознавание опухолевой клетки с токсическим лимфоцитом. Как известно, для эффективного распознавания и эффекторной функции Т-клеток необходимо не только наличие некого антигена, но и главному комплексу диссовместимости, который довольно часто либо полностью утрачивает опухолевые клетки, либо снижается его уровень экспрессии, что делает практически невозможным в целом ряде случаев в эффективность Т-клеток. Вот наличие химерного рецептора позволяет в определенной степени преодолеть этот механизм и сделать здесь токсический эффект, по крайней мере, МХС-независимым. Но другим направлением и весьма привлекательным является генетическая модификация натуральных кидров, потому что на сегодня наверняка следует признать, что все-таки основная роль в защите организма от опухоли принадлежит натуральным киллерам, которые, в отличие от токсических лимфоцитов, способны распознавать опухолевые клетки независимо от наличия антигена и главного комплекса диссовместимости. То есть это как раз отсутствие или низкая экспрессия главного комплекса диссовместимости является сигналом на киллер. Для натуральных киллеров. То есть в своем безумии ускользания от иммунитета опухолевая клетка как раз может быть распознана и убита натуральными киллерами. Правда, количество их неизначительное. Поэтому весьма было соблазнительно создавать такие конструкции, как кар-НК клетки, которые бы в своей сути совмещали бы эффекторы врожденного и приобретенного иммунитета. Но должен сказать, что это направление все-таки оказалось малоперспективным, потому что натуральные киллеры представляют собой минорную незначительную часть клеток, и они сами по себе без клеток окружения достаточно плохо пролиферируют, и получить большое количество этих клеток, то есть произвести их экспансию, представляется весьма сложно. Ну вот, есть еще один вариант, о котором уже говорили, использовать линию НК-92 как источник натуральных киллеров. Но все-таки использовать клеточные опухолевые линии для терапии, хотя это и считается безопасным, но нам кажется это не совсем этично. Ну, поэтому мы в своей работе решили использовать те наработки, которые уже были созданы и опробированы в клинике, а именно лимфокин-активированные киллеры или цикокин-индуцированные киллеры, поскольку они в своей популяции содержат, во-первых, активированные лимфоциты, которые в большей степени могут быть подвержены трансфекции или трансдукции, различными генетическими конструкциями. Во-вторых, та часть клеток, она достаточно значительна, потому что хорошей генетической модификации достаточно, по крайней мере, считается 30% лимфоцитов, а значит 70% из них остаются интактными, то есть не модифицированными. И в этом смысле не хотелось бы терять их свойства, поскольку активированные лимфоциты способны в значительной степени лизировать определенную часть опухолевых клеток, по крайней мере те, которые не экспрессируют ни целевого рецептора, ни главного конкурса гисовместимости. Поэтому вот нами были взяты за основу те разработки, которые уже были ранее созданы, а именно технологии получения лак-клеток, то есть лимфоцитов, активированных интерлекином. Интерлекином-2, известные уже противоопухолевые активностью, именно вот эта смешанная популяция лимфоцитов и подвергалась генетической модификации. Но перед нами стала задача, какой же выбрать опухоле-ассоциированный антиген. И проведя анализ существующих подходов, мы все-таки пришли к выводу, что сделать следует конструкцию, направленную на рецептор HER2. Ну, прежде всего, эта мишень оказалась наиболее успешной для применения антител. Потом, как выяснилось, существует достаточно широкий набор опухолей. Это не только рак молочной железы, рак яичников, рак легкого, но это и глиобластома, и самое главное, что довольно интересно для нас, астогенная саркома. Поэтому мы остановились именно на этой мишени и поставили задачу создать такой прототип биомедицинского клеточного продукта, который бы имел антиген распознающий участок по отношению к HER2-рецептору для значительного количества соленых опухолей. И основой его должны стать активированные ТНК клетки. Ну, вот здесь мы представляем из нашего схему, из нашего технологического, лабораторного технологического регламента получение биомедицинского продукта, который состоит из целого ряда этапов. Ну, прежде всего, это культивирование в биореакторе с добавлением интерлекина-2 лимфоцитов, получение активированных ТНК клеток. Дальше происходит их генетическая модификация той конструкции, которая была создана. Это антихер-2-кар-рецептор третьего поколения, как уже мы говорили. Получение этих клеток, контроль их качества, удаление среды, упаковка и криоконсервация этого биологического материала. Было нами также проведено сравнительное исследование различных способов генетической модификации. Поскольку все-таки хотелось уйти от лентивирусных конструкций, поскольку это должно усложнить те контрольные точки, которые потребуются оценивать при производстве этого продукта. А это должно быть действительно производство. Ну и кроме того, нас не очень устраивает постоянная экспрессия Т-лимфоцитами данного рецептора и его экспрессия клетками следующими при пролиферации. При их пролиферации, что, собственно говоря, в значительной степени увеличивает побочные эффекты. Поэтому мы пошли по пути электропорации. Создана была кольцевая плазмидная, и мы делаем временную экспрессию этого рецептора, что позволяет, во-первых, делать несколько курсов. И по нашему мнению, по проведенным испытаниям токсикологическим, этот вариант не должен вызывать практически побочных эффекты. Ну вот, кратко остановимся на его активности. В опытах инвитра на ХЕР-2 экспрессирующих линиях ХКБР и СКОВ-3 было показано, что эти клетки обладают значительно более высоким токсическим потенциалом, чем просто активированные лимфоциты, так называемые, лак-клетки, и практически не лизируют те линии, на которых этот рецептор не определяется, например, меланома. У нас также было отработано несколько вариантов, несколько моделей ксенографтов этих опухолей СКБР и рак молочной железы ИСКОВ-3, рак яичников у мышей при внутрибрюшинном, поскольку мы все-таки предполагаем возможность использования локальных и внутриполосных введений и подкожного введения. И, как показано на данном графике, применение трижды, трекратное введение карты клеток в дозе 1 миллион на мышь приводило к выраженному торможению эффекта от 67 до 86% угнетения торможения опухолевого роста. То есть специфическая активность была показана. Вот значительные трудности, конечно, возникают при оценке острой и субхронической токсичности, что требуется для создания регистрационного досье. Причем необходимо два вида животных. Это мелкие животные и крупные, очевидно, собаки в нашем случае. Ни одна из существующих моделей, которые здесь показаны, она не отвечает требованиям токсикологии, потому что либо она не учитывает возможности использовать человеческие карты клетки, либо, если это иммунодефицитные мыши, то мы не можем здесь исследовать самые важные иммуноопосредованные эффекты. Поэтому, поскольку регламентирующие документы позволяют использовать гомологичные модели, то мы в данном случае использовали мышиные и собачьи лимфоциты, которые были модифицированы с использованием нашей человеческой кар-рецептора. Проведенные исследования острой токсичности впущено. Они не показали никаких выраженных явлений. Сейчас мы завершаем субхроническую токсичность. Посмотрим, что будет там. И токсикологические исследования нами были проведены на собаках. Сначала была проведена острая токсичность. Ну и сейчас, как раз вчера, были завершены исследования по субхронической токсичности. Двухнедельное наблюдение было закончено. После трёхкратного введения карты клеток, значит, кары лимфоциты, естественно, собачьи, кары человеческие. Но здесь у нас есть более чёткое обоснование по сравнению, очевидно, с мышами, поскольку, как известно, у собак HER2 рецептор гомологичен. Человеческому ветеринарии разрешено и успешно применяются антитела, в частности, HER2-5. И наши собственные исследования показали, что действительно у собак, больных раком молочной железы, в опухоли, при моногистхимическом исследовании, человеческими антителами в нашем отделении по анатомии, показано в целом ряде случаев, ну, по крайней мере, в трёх из пяти, экспрессия HER2, что нам позволяет использовать эту конструкцию не только для токсиологических исследований, но и посмотреть её терапевтическую эффективность у животных с раком молочной железы при наличии там, конечно, экспрессии HER2 рецептора. Но я надеюсь, что к концу этого года мы в целом подготовим регистрационное досье в соответствии с теми требованиями, которые прописаны в многочисленных приказах Минздрава, то есть сделаем специфическую активность, оценим токсикологию, как острую, так и субхроническую активность на двух видах животных, как и рекомендовано. У нас подготовлен технологический регламент. Мы, я думаю, сделаем, завершим работу над проектом клинических исследований. В онкоцентре, в экспериментальном нашем институте диагностики и терапии опухолей существует стерильный фармацевтический модуль, который мы уже провели, его валидации, там все зоны соответствуют. И есть фармацевтическое производство со всеми необходимыми службами. Надо сказать, что все-таки существует одна засада, которую довольно трудно будет преодолеть, потому что, во-первых, законодательство требует, чтобы это был фактически лекарственный препарат. И мало этого, для биомедицинских клеточных продуктов нужны особые условия, уполномоченный, который должен иметь три года опыта работы с биомедицинскими клеточными продуктами. Насколько мне известно, на сегодня в России нет ни одного производства, вот Генерий он пытался, но пока, по-моему, тоже не получил, разрешение на сертификат, на GMP, на производство биомедицинских клеточных продуктов. Я думаю, что вот это будет основной причиной задержки, выхода в клиническую практику этих продуктов, поскольку, на самом деле, в принципе, в основном все уже готово для того, чтобы перейти к получению этих продуктов. необходим вот этот сложный период организации производства. Михаил Валентинович, время, перебор, почти пять минут. Да, будьте добры, спасибо. Ну, завершающее слово какое-то еще. Ну, поэтому нам все-таки надо стремиться, как бы ни срок был закон, это есть закон, и поэтому нужно стремиться его выполнять. Я думаю, что, в принципе, это возможно, потому что раз люди делают, должны сделать тянули. Вот здесь все-таки, наверное, ср bowlera музыка Radi勾